Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Кульминация, экстремум событий, точка кипения, предельное насыщение. Именно так можно описать полнолуние 23 мая 2024 года в Стрельце, указующее в будущее, но и напоминающее про законы, в частности, причинно-следственные, всевозможные. То есть полнолуние задает вопрос про наше развитие, цели, идеалы. Давайте будем разбираться. Сразу отметим, луна в стихии огонь. И тогда я напоминаю про наш цикл лекций по стихиям. Обратите, пожалуйста, внимание, особенно на медитацию со стихией огонь. Будем гармонизироваться сразу же. Луна в Стрельце, в символическом охотнике, мечущем стрелы. Луна в гостях у самого бога Олимпа, громовержца Зевса. Тут про законотворчество, суд, миротворение, однако драматизм Стрельца. В бесконечности борьбы добра со злом. Собственно, это отражается и в мистерии битвы громовержца со змеем. То есть схватке идеи, несущей в себе энергию расширения горизонтов и безграничного роста, со сковывающими эту идею, противостоящими ей материальными законами, условными истинами, нуждами, которые низводят эту идею до горизонтали, иными словами, профанируют ее. Стрелец должен столкнуться и победить обусловленность. Его взгляд всегда устремлен вверх, к небесам, к богам. Там находится эталон. Про перфекционизм поговорим как-нибудь в другой раз. Стрелец сражается, и это его судьба. Вечная непреклонная идеологическая борьба. Вот сюжет следующих двух недель. Ось Близнецы-Стрелец – идейный конфликт и победа разума над неприемлемыми идеями, мыслеформами. Ось Стрелец-Близнецы, кстати, она ведь особенная. Тут не падает, не экзальтирует ни одна из планет. Есть еще одна особенность этой оси. Она делит сферу на две части, где от Тельца по Весы знаки являются обителью одной планеты, и от Скорпиона по Овна – двух. То есть эта ось символически делит сферу знаниями. У наших предков слово «знание», как мы уже с вами знаем, писалось тремя способами. КСИ – первая буква. Это тогда, когда знание от Духа. Через букву ЗЕЛО, то есть через самореализацию, через саморазвитие, труд, устремление к развитию. И через букву ЗЕМЛЯ, через материализацию, применение в быту, где жесткие земные формы. Именно на Близнецах Стрельце расположена ось катастроф, напоминающая об ответственности за любые мысли и поступки и за те знания, которые человечество получило. Итак, целеустремленному, разборчивому, строгому, авторитетному Стрельцу противостоит поверхностность и воздушность Близнецов, неразборчивость, потребительство, желание схватиться за все, набраться всей информации. Именно в двойственных Стрельцах при таком подходе мы часто теряем ориентацию, то есть стержень. Итак, мы имеем дело с учителем и учеником. Тут ставится вопрос ребром. Понимаем ли мы, что нужно всю жизнь развиваться, стремиться к чему-то высокому, превышающему, насущное, эгоистичное, материальное, до тех пор, пока мы прочитываем себя через внешнее, обуславливающее, поверхностное, наносное, именно внешнее управляет нами, захватывает сознание. Отсюда будет и одержимость, вот та самая, пусть будет Близнецовская в данном случае. Принцип познания не прекращается никогда. Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. И это беспричинное, то есть без эгоистичной подоплеки, без выгоды познания, то есть чистое проводничество и прозрение сути. Да, в это полнолуние мы должны будем гармонично, ибо полнолуние заряжает нас на следующие две недели, соединить в себе мудрого философа-учителя и никому ничего не обязанного, безотчетного, ветреного, вечного ребенка-ученика, старца и юнца объединить. И это самая изменчивая и обманчивая ось, и находится она на мутабельном кресте. Значит, сразу обращаем внимание на представителей знаков зодиака, рыб, дев, близнецов, стрельцов. Смотрим дома, в которые попадают эти знаки, и особенно уделяем внимание дому Натала с первыми градусами стрельца. Аспекты в карте мощные, мега мощные. Одно только соединение Солнца, Юпитер, Венера, Уран, чего только стоит. Это про формирование абсолютно новых образов будущего, и мы с вами присутствуем в таком редчайшем, уникальном квартете. Венера – формирование, Юпитер – наполнение и облагораживание, Уран – озарение и выход на новый уровень, Солнце – то есть все под присмотром Духа. Но на низких вибрациях неосознанности и потребительства тут будет подмена высших смыслов материальной эгоистичной жадностью, которая, безусловно, не сможет утолить духовной жажды. Как следствие, последуют всевозможные припадки, истерики, фобии, и тогда активизированный охотник высшего зодиака Вестийской школы станет чрезмерно оптимистичным. Гордыня и эго зашкалят. Деспотизм, желание власти, А необузданные, неосвоенные эмоции и неприрученные птицы-людоедки мысли будут мешать и усугублять ситуацию. В итоге получим преувеличение, то есть гиперболизацию, поверхностное восприятие сюжета, бравада, агрессия, критика, которые, как правило, заканчиваются очень плохо. И, конечно, сюда сразу следует вспомнить подвиги Геракла, нашу с вами дорожную карту по освоению знаков зодиака. Я напомню, что планеты и знаки – это энергии, божественные мистерии, которые изживают человек. В битве богов-олимпийцев, ихтонических грубых титанов победу мог одержать только человек. Соответственно, в каждом из нас есть тот самый Геракл. Наша с вами задача – освоить свой натал, то есть победить своих хтонических монстров, пройти 12 подвигов, кого-то приручить, кого-то убить, кого-то изжить, изжить страхи, обрести контроль над низшими качествами, обуздать потенциальные, неосвоенные, неприручённые, дикие силы, направить их в созидательное, благородное русло. Побеждать при этом, не упиваясь победой – это тоже будет захват. Именно как рассматривать, как стадии духовного становления. Зодиак и мифы Древней Греции, которыми мы зачитывали с вами в детстве, это своеобразная дорожная карта или инструкция, данная нам в детстве. Это те самые семена, которые должны были бы взойти хотя бы к кризису среднего возраста и принести свои плоды. Именно поэтому к нам в руки попадает вот этот волшебный инструмент, которым грех не пользоваться. Пифия говорит «Познай себя, и ты познаешь богов и вселенную». Какие силы в тебе от богов, а какие твои? Христос говорит «Я есть путь к Богу, никто не придёт к Отцу, как не через меня». Геракл – это прототип Христа, а Зодиак – это тот самый путь и инструкции. В это полнолуние мы имеем дело с осью Близнецы-Стрелец. Близнецы – это третий подвиг Геракла, стимфолийские птицы-людоедки, низкие человеческие, помыслы, иными словами. Наш охотник высшего Зодиака стоит перед выбором. Стрелы – это ясные мысли, но эти стрелы таких птиц не пробивают. Вот почему, приходя на этот канал, кто-то говорит «Ничего не понимаю». Потому что сначала надо со стимфолийскими птицами разобраться. Их можно только изгнать, но для этого нужна как минимум сила воли. По поводу птиц в одной из библейских притч мы видели, как птицы склёвывают божественные семена потенциала. Для изгнания Гераклу помогает Афина. Именно Афина, богиня мудрости, дарит трещотки, выкованные Гефестом, богом огня. То есть только творчество и мудрость могут прогнать гиблые мысли. Те самые, которые расчеловечивают. Те самые, которые мы постоянно черпаем где-то там в Телеграме, в телевизоре и прочих новостях. Вы следите за своими мыслями? На уровне какой чакры они резонируют? Пишите в комментариях. Анализируйте. Охотник символизирует полет высокой мысли. Действие ума, стремящегося найти и обрести интеллектуальное насыщение ради познания себя и мира. И последующей передачи знаний, конечно же. Дичь охотника – это изжитые, качественно жизненные ситуации, то есть с выводами и закрытыми гештальтами. Те самые ситуации, которые передаются по наследству в роду. Охотник побеждает тогда, когда он верен своей цели, не распыляется. То есть стрелец целеустремлен должен быть. Посмотрите, в близнецах сходятся энергетические волны четырех планет. Это энергетический схлест. Образуется стоячая волна, энергетический лифт, в который, как вы понимаете, надо успеть заскочить. Волну, как в серфинге, оседлать и оказаться на гребне. Иначе эта волна сметет, погребет под собой. Это сверхмощные энергии. Плутон с космическими потоками, проходящими через звезду Альтаир, позволяет раскрыть свои потенциалы и даже духовно исцелиться, открыть второе, третье, четвертое, пятое и так далее дыхание. Альтаир – духовный пульсар, выжигающий, низкочастотно, хранящий нетленное наследие предков. Альтаир – имя одного из коней, которых подарили волхвы новорожденному Христу. Здесь все читается между строк. К нам привели этого коня. Звезда проводит сверхмощные потоки. Новые смыслы, идеи можно достичь духовных высот, преодолеть самые сложные трансформации. Но можно, конечно же, либо пустить это все на разрушение, либо даже упустить. Но при таком раскладе, конечно, все это выльется в ураганы, природные аномалии, распри, страшные кровопролития. Ответственно отнесемся к мистериям и циклам, зарождающимся сейчас в Близнецах. Смотрите наши предыдущие ролики. Все это мы с вами очень подробно обсуждали. стрелец, охотник высшего зодиака, орел с альтаиром. Все они охотники. Мы с вами, значит, охотники. Но будет ли охотник мудрецом, алчищем найти знания или браконьером? Вот это зависит от нас. И полнолуние как раз высвечивает кульминацию этой драмы. Луна-полнолуние высвечивает стрельца, даже змееносца там, где должна быть Виа-Виталис. Дорога жизни. Вы на дороге жизни или там, где Виа-Камбустон? Это тот самый путь познания и путь домой к аллатырю небесному через возвышение. Стрельцу соответствует девятый подвиг Геракла. Это про яблоки геспериды сада титана атласа. Того самого, который держит небесный свод на своих плечах. Яблоки, конечно же, познания на золотом древе, то есть тут алхимия. Древо вырастила сама Гея в подарок на свадьбу Зевса и Геры, символических неба и земли. Это дерево охраняют драконы, кто бы сомневался. Древо опознания девятого дома охраняют, не подпускают к нему змеи-искусители. Чтобы победить этих драконов, их нужно оторвать от земли было, согласно подвигу, то есть прервать подпитку земными бытовыми страстями, иссушающими душу, поднять до уровня хотя бы головы, то есть от нижних чакр выживания до ментального уровня, то есть начать учиться. В каком бы возрасте Геракл ни был, он должен учиться. Гермес укрощал змей кадуцеем, кадуцей это жезл, символическая вертикаль, кадуцей это посох, символ пути, познания, то есть чтобы укоротить пустословных ядовитых змей, нужна вертикаль, духовное развитие, высшее образование девятого дома, и понятно, что вся шезотерика вместе взятая с астрологией. В этом подвиге очень важно было стратегическое мышление, умение просчитывать будущее, продумывать и осознавать причинно-следственные законы. Именно что сеял, то и жнешь. Вот про этот закон мы будем видеть в следующие две недели и наблюдать за событиями, которые будут происходить в нашей жизни, и по-честному делать выводы. Итак, стрелец, особенно градусы змееносца, где луна, полнолуние находится, про знание духовное, про многогранность, про победу над внутренними хтоническими змеями, при плохом раскладе с учетом звезды Альтаир, являющейся альфой, хищного орла, у кого-то проявится огромной амбиции, беспощадность ко всем, кто мешает реализовать эгоистичные цели. Но каждый вкладывает свою лепту в мироздание, и от каждого зависит, что произойдет. бисекстиль от Нептуна к Юпитеру и Плутону прекрасное воображение, вхождение в высшие образы, возможность концентрироваться и раскрываться, раскрывать, познавать потенциалы, духовно расти, исцеляться. Все дается для нас. Было бы желание и сила воли немножечко. Итак, смысл этого полнолуния в том, чтобы понять то, что в жизни главенствующими являются высшие ценности и необходимость уходить от низших примитивных октав звучания. Одни цивилизации сменяли другие, но опыт всегда остается с нами. Богатство, не приносящее пользу человечеству, превращается в прах. Примитивное богатство превращается в прах. Свои следующие воплощения мы можем взять только опыт. Высшее счастье проявленного через человека бога на земле не в монетках. Сейчас на закладывающихся сложных сюжетах важно руководствоваться своими законами, своей системой ценностей. В чем ваши истинные ценности и куда вы двигаетесь? это нужно понять и выстроить стратегию к полнолунию нашему 23 мая 2024 года. Самое время стать законодателем, руководствующимся высокими идеями, нравственностью, моралью, человеколюбием, то есть высшими законами. как мы уже сказали в полнолунии особенно выражен мутабельный крест с участием лилит, конечно же. То есть здесь битва с химерой. Лилит мы описали как эйцехория. Эйцехория это демоническая, то есть без вертикали падшая часть в людях от лилита также от титанов тех самых, которые разорвали Диониса. лилит это наше с вами максимальное отхождение от изначально заданной программы, то есть искажение пути духа, утерянные или искаженные таланты, возможно потенциалы направляемые осознанно или неведением во зло. Лилит полнолуния в Деве. Демон счетовод, бездушный математик, бухгалтер, врач, эколог, поворачивающий реки вспять и закалывающий прививками, требующий обоснований, справок, сводящий все к циферкам, к периодам, алгоритмам, то есть убивающие Творца. Этому демону противостоит конечно же Сатурн и Нептун в рыбах в центре цепочек управителей. Это про глубинную духовную работу. Мутабельный крест это темы невежества, то есть еще колеблющегося, сомневающегося человека, крест грубого разбойника. Мутабельный крест, крест преобразований, крест скрытого Христа. Тут трансформации спящего, но уже пробуждающегося. Готен моген, ауфаген, абайтен биттен иншу диган зи. Просыпаемся и давно пора уже работать. Человек соединение двух начал земного и космического живое соединение, вырабатывающее энергию, закручивающее торы, создающее энергию, соответственно, разность потенциалов. Поэтому нужно просто жить и радоваться солнцу, цветам, наблюдать, достойно наблюдать, ибо создатель разделился на мириады частиц и оживил человека, вдохнул в него живу, живо, да, успокоить нужно свой бег близнецовский, фигара тут, фигара там, по верхам, по верхам, ни о чем, и подумать о бренности бытия и о высших смыслах. Поиск истины, света вам на пути к истинам. Тече вода у синє море та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. А чому? Бо то в Польщі полуницю саджає, то десь на когось воює. Прамінял долю на монетки. Подміна пуці стрільца низкими уровнями близніца. А стрілец учит языки для большего мировосприятия, миропринятия, понимания сути. Поэтому изучайте свои натальні карты і соответствуйте своєму пути, то є предназначенню. Будьте правдиви душою і духом. І ще раз света вам на пути к істині. Включайте наблюдателя-искателя і осознавайте залипання души. І класика стрільца ідеї бодрят і вдохновляють його в будь-якому в будь-якому візрасте. Гаудеймус ігітур, то є веселимся ж. Подписуйтесь на наш канал, ставте лайки, нравліки, вподобайки і діліться цим роликом, щоб нас осознанно становилось більше. Смотрите і другие наші аналитичні розбори, прогнози і лікці. Пишіте мене в личку в фейсбук. Вместе будем розбирати ваші натальні карты, вместе искати предназначення і ісцеледоват кармічні долги, а також отискивати те самі камні приткновенью і приткнувати і приткнути наши астрологические календари и ингрессии планет скачивайте и будьте синхронным божественному плану будьте умничками с верой вас и любовью ваша настя ваша настя из одессы всегда пока пока